Приветствую вас, аноним. Вы знаете, ответ, на самом деле, лежит на поверхности, в том смысле, что если нет времени на встречи, ни сил, то болезни, то проблемы, то работы, то деньги остаются против развития, то, скорее всего, вы не хотите становиться семьёй. Вот, скорее всего, есть какие-то моменты объективные, которые вас настораживают, вследствие чего вы не очень-то уверены насчёт создания семьи, потому что если бы вы были уверены, если бы желание было, так сказать, чистым, то никаких проблем вообще бы не было, и вы бы стали бы семьёй, и уже давно бы всё было бы хорошо. Так получается, что все эти отмазки, всё это такие обговорки, но на самом деле всё гораздо проще, просто вот что-то, постоянно что-то, да, важнее, чем семья. Это первое. Второе, второй важный момент, который, мне кажется, обязательно нужно раскрыть, второй важный момент. Он связан с тем, собственно, для чего вам, вообще-то говоря, семья нужна. То есть, почему вы хотите именно семью, допустим, от того же молодого человека? Почему вы не хотите, например, просто делать что-то для мужчины, просто делать или для женщины, я не знаю, почему-то как. А, ну, это почти он не может, значит, только для мужчины, я прав был. Вот. А, почему, брак, нельзя что-то делать для человека, это, наверное, для меня какая-то загадка. Потому что, ну вот, то, что вы хотите семью, да, зачем? Зачем лично вам семья? Вот. Это важно, это очень, очень, очень важный момент. От этого зависит по сути всего, от этого зависит ваша поведенческая модель, от этого зависит ваше отношение к, ну, к мужчине, к мужчине, да. И я полагаю, что вы не будете спорить с тем, что, так сказать, чрезмерная сверхмотивация, да, то есть сверхмотивация, когда вы хотите семью, она вообще в целом ни к чему хорошему привести не может. И не приведёт. Вот. Но, тем не менее, тем не менее, семью вы хотите, и очень важно понять для чего и почему вы её хотите. Вот. А, нет, это не, не то, чтобы брак совсем плохо, да. То, что вы хотите создать семью, это неплохо, но это в некотором смысле и не совсем хорошо. Потому что это, по сути, ведёт к такой вот своего рода подмене понятий, когда люди вроде как имеются, но они на самом деле не имеются ради какой-то цели, да. То есть, к примеру, если у вас, допустим, допустим, если у вас сейчас вот определённые обстоятельства, которые, ну, мешающие вам, как вы говорите, быть вместе, да. Если у вас есть вот определённые обстоятельства, то вы могли бы с молодым своим человеком, да, просто их прожить вместо, ну, прожить, перечесть. И прочее. Вот. Но этого почему-то не происходит. Вот. И, наверное, нужно задать себе вопрос. Почему? Ну, мне так кажется. Вот. По крайней мере. Вот. Мне кажется, что, так, то есть вы не можете просто с, с человеком, да, прожить вот те моменты, вот, которые, ну, которые есть. Условно говоря. Условно говоря. И это проблема. Почему вы не можете так и делали? Потому что, ну, если, человек ваш, если, там, человека вы любите, любите, то, в чём, здесь может быть, может быть, сложно. Вот. Так вот, я думаю, можно ответить к вам на вопрос, который вы задаёте, я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом. И вы, смотри, всё-таки определите с тем, куда вам дальше идти. Удачи вам. Удачи вам. Удачи вам. Удачи вам. Удачи вам. Удачи вам. Продолжение следует...